А завтра была война. 22 июня. Ровно в 4 часа. Вот уже несколько лет в Волгограде на главной высоте России проходит памятная акция об одной из самых трагичных дат в истории нашей страны – в начале Великой Отечественной войны. Сотни представителей силовых структур собрались на Мамаевом кургане, чтобы отдать дань памяти героям, защитникам нашей Родины, всем тем, кто отстоял наше право на жизнь и свободу. Мероприятие началось с минуты молчания. Каждый участник зажег в своих руках свечу памяти. Крайне важно помнить прошлое для того, чтобы извлекать из него уроки с целью недопущения, чтобы не случилось так, что завтра была опять война. В этом вся соль ситуации. Когда люди помнят, а такие сильные памятные даты и так качественно организованные, они всегда будоражат очень эмоционально. Они вытаскивают человека из повседневности и заставляют совсем по-другому посмотреть на себя, на реальность. А сегодня мир очень жестокий и очень серьезное противостояние в мире и суверенные народы и цивилизации в очень большом труде сейчас свою свободу отстаивают. Впервые акция прошла в 2012 году в Волгограде по инициативе регионального главка МВД. Уже в 2014 году эту идею подхватила вся страна. Памятная акция «Завтра была война» стала всероссийской. Вы знаете, всегда волнение. Понимается причастность меня вот к этому историческому моменту. Я коренной житель города-герой Волгограда. Вся моя жизнь связана с этим городом. И невозможно жить в этом городе и не знать, и не гордиться тем подвигом, который был в далекие уже годы. Годы Великой Отечественной войны. Войны, где наши предки стеной встали на защиту города, ну и естественно нашей Родины. В мероприятии, посвященному Дню памяти и скорби, приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов и военнослужащие.